За минувшую неделю в медицинские учреждения Тверской области по поводу укусов клещей обратились 73 человека. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора. Отмечается, что почти половина пострадавших — это дети. Статистика не превышает среднемноголетние показатели, однако может свидетельствовать о другом. С наступлением теплой весенней погоды многие горожане пренебрегают рекомендованным режимом самоизоляции и проводят много времени на улице. Не спаслись пока тверетяне от одной напасти коронавируса, так теперь другая прибавилась. С приходом в регион по-настоящему весенней погоды, с устойчивыми плюсовыми температурами и теплым солнышком, в Верхней Волжье активизировались клещи. Только за минувшую неделю насекомыми были укушены сотни жителей Верхней Волжья. 73 человека обратились за медпомощью, половина из них — дети. На данный момент у нас вакцинировано где-то более 1700 человек против клещевого энцефалита. Но также мы проводим регистрацию учет других инфекций, передающихся клещами. Как отмечают в региональном управлении Роспотребнадзора, количество укушенных на данный момент пока не превышает средние многолетние показатели. Случаев заболевания клещевыми инфекциями вовсе не зарегистрировано. Однако в заметном увеличении количества укушенных прослеживается другая, не очень приятная закономерность. Несмотря на все рекомендации и предостережения, люди по-прежнему довольно много времени проводят на улице. Выезжают на природу, воспользовавшись режимом нерабочих дней, устраивают пикники на свежем воздухе. Индекс самоизоляции в Твери остается одним из самых низких в стране, в районе двух баллов. По градации Яндекса это означает, что на улице очень много людей. Это подтверждает и съемка нашего телеканала. Здесь я знаю, что народу нет особо никого, да, и пройтись надо. Народу, видите, нет никого. Я один. Вот с женой, видите, по телефону разговариваю все. Дышать-то надо, потому что даже в больницах выгоняют ходячих этих самых больных на прогулку. Ну вот я только гуляю с собакой, не работаю. Для меня дома сидеть больше опасно, чем не опасно. Инфаркт, миокардер, позвоночник больной, поэтому мне надо жить здесь, а не там. На работу иду. Спорт! Выгол собаки, поход в магазин или в аптеку, встреча с близкими родственниками, занятия спортом. Причин выхода на улицу тверетянами называется много. Однако далеко не все из них можно считать весомыми, оправдывающими риск прерывания самоизоляции. Тем не менее, факт налицо. Чем теплее становится на улице, тем больше людей покидают свои дома. Одновременно с этим продолжает расти количество заболевших коронавирусом в нашем регионе. На 22 апреля оно составляет уже 356 случаев. И чем больше тверетяне будут пренебрегать режимом самоизоляции, тем больше шансов, что статистика будет только ухудшаться и по заражениям COVID-19, и по росту пострадавших от укусов клещей. Мы надеемся, что эта информация заставит лишний раз задуматься над теми рисками, которым многие, промечиво, подвергают себя и своих близких. Продолжение следует...